И вот так и подходим к 2101 сюжету. Я бы хотел вам сделать шашлык на 2000 сюжет, но что-то как-то не получилось, мы работали. Ну, в общем, не та судьба была. А сегодня и сейчас мы вам говорим, что уже и за 2000 сюжет мы монтируем. И это не только, естественно, для YouTube, я еще в Emeo все это дело отправляю. По одной простой причине. Я, честно говоря, хочу, чтобы народ знал, что когда-то в городе Магнитогорске был такой перец под названием Чилейкин Алексей. Как вы прекрасно понимаете, эти сюжеты мы монтируем вместе с моим сыном. Он еще пока саппликатор мелкий, но тем не менее, уже хорошо работает. Сюжеты про Орион он делает сам. Я единственное, что делаю, только закадриваю текст, правильно? Да. А так все хорошо. Мало того, он скоро будет и другие сюжеты повторять. Потому что мне бы хотелось, чтобы было все настолько хорошо. И он бы стал вторым человеком, Чилейкиным Алексеем, который уже затем, обладая моей властью и моей техникой, ну и вообще, доведет наше количество сюжетов в интернете до 10 тысяч штук. И вот тогда, возможно, кто-то скажет, что это было бы хорошо. По одной простой причине, мы всякой билибердой не занимаемся. Ну, не занимаемся мы. То есть, давайте говорить, кто смотрит российский интернет-вещание. Давайте вспомним, кто. Те люди, которые рут, да не могусь. Я говорю, наши сюжеты абсолютно не такие. В наших сюжетах пункт номер один. Мы заботимся о вас. Уважаемые гости Магнитогорска, сами магнитогорцы, да и вообще. То есть, мы работаем только для вас. То есть, ну, слово ржать иногда бывает. Ну, понимаете, можно было бы ржать, если бы ситуация была красивая, да? А то, что сейчас творится, ну, если честно, у меня вызывает некоторые вопросы. То есть, допустим, говоря о том, как Америка выскочила с финансовых кризисов. Очень просто. Напечатала бабки. Забыла про... Как это называется? Да. Ах. Слов нету, одни эмоции. Это называется, забыла про инфляцию, естественно. И все стало абсолютно нормально, и ровно. То есть, Америка живет, тараканов нету, работает замечательно. Чем бы нам так не жить, да? А мы решили с инфляцией побороться. Да зачем это надо делать? Я так и не понимаю. Дайте людям деньги. Это раз. С чем мы будем дальнейшей бороться, да? Ну, в связи с тем, что я на пенсии. Почему я на пенсии, в принципе, достаточно понятно. Это проблема нашей медицины, которая вовремя не поставила грамотный диагноз. Вот. Мне бы хотелось, чтобы наша пенсия была не сраной 200 баксов. Вот. И когда она начинает проезжать по ушам, что, вот, у нас на пенсии денег нет, я говорю, ну-ну-ну-ну-ну. Ай-ню-ню-ню-ню-ню. Ай-ню-ню-ню-ню-ню. Можно вопрос задать? То есть, российский человек какого, по сути, события, да? Особенно последний? Олигархи типа. Они что, думают, что свои деньги потратят на что-то другое? Да нет, конечно, вы что там? Свои деньги это их греет. Тема их и я. Вот. Они лучше потратят наши пенсионные накопления. Мало того, сколько этих было разнообразных пенсионных фондов. Я на один рекламу делал даже. Негосударственный пенсионный фонд социальной защиты, наверное, старости. Ну, и того, что, естественно. Красивую рекламу сделал. Супер было красиво. Да. Куда делся? И сейчас нормальная тема. Хлёвая тема. То есть, эти наши деньги куда-то исчезают. Затем, есть такие события тематические. То есть, мы типа занимаемся спортом. Так, ребятки, у вас же с деньгами все в порядке, да? Вы свои мегатраты и своих мегаденег их потратите. Не надо нам проезжать по ушам, промотать. То есть, по сути событий, что мы тратим? Мы тратим нашу замечательную пенсию. Я просто был и посмотрел. Это счастье было, когда я был в Самаре. Я просто увидел, сколько наших финансов укладывается непонятно куда. Жесть. Реальная жесть. Ну, не хотелось бы, чтобы так с нами, да и со мной, и с вами поступали. Не хотелось бы, реально, не хочется. Ну, не хочется мне. Поэтому, с этим мы тоже будем бороться. Не хочу я это делать, понимаете? Что касаемо, с чем мы будем в дальнейшем случае бороться, да? Ну, дураки и дороги, это дело понятное, да? Всем это дело нравится. Что мне реально не нравится? Мне реально не нравится наша онкология. Реально не нравится. То есть, мне запретили говорить о том, чем я болею, да? Клево было. Супер. Офигенное удовольствие было. То есть, я вам сейчас расскажу, да? Чтобы вы оконцовки поняли. То есть, про медицинские сестры. Я не буду говорить про то, что Гердович Саков сделал операцию. К сожалению, нет. Ну, он красиво сделал. Практически, да. Только что-то мозги у меня оказались. Отшиблась. Вот. По сути событий, такая операция делается немножко по-другому. По сути событий, такая операция делается вообще по-другому. То есть, не надо отключать человека. То есть, операция длится 45 минут. Или три с половиной часа с полностью отключенным телом. Как это было у меня. Да, господа, так это было у меня. Вот. Часть мозга у меня удалили с этой стороны. Красота какая. Да? Нормально. Вот. То есть, когда я очухался, пункт номер один. Я ничего не помню. События, время, факты. Нет. Имена. Ничего не помню. Клево? Офигенительно. Нормально? Просто супер. Как я оттуда выскочил, это было вообще... Сейчас расскажу как. Просто заучив время, я заучил его и повторял его раз, наверное, 200, а может быть 300. Дату, когда мне была сделана операция. И только после этого меня оттуда выпустили. Хотя, в принципе, было клево. В общем, ничего клевого-то и не было. Вот такая фигня случилась со мной. Ну да ладно. То есть, ну, сделал операцию. Ну, хорошо. Вроде как бы спас меня. Спасибо ему за это большое. Как это было сделано, ну, я вам только что объяснил. Мне это, естественно, не понравилось. Но деваться было некуда. Что касаемо дальнейшей истории вопросов. Конечно, что я вам рассказываю. В принципе, все это есть на YouTube. Вы можете убедиться сами. Сами, как я лечил рак. Где я лечил рак? Естественно, я лечил в Турции. Когда я приехал в Турцию, вот там была клевая ситуация. То есть, то, что мне здесь сказали. Что у меня Г2. То есть, она пластическая страцитома. Мелкодисперстая, пятая, десятая. Типа, живи. Типа, сколько будешь жить. Вот это было сложность. Потому что Сак мне сказал, что дай бог, если ты проживешь пять лет. Я еще пять лет не прожил, господа. Я еще пять лет не прожил. То есть, пять лет закончится 27 марта месяца. И вот тогда можно будет сказать, что я это дело прожил. Ну, вы поняли, да, сколько мне сказали? То есть, ну, не больше. Ну, не больше пяти лет. Было бы все абсолютно неплохо, если бы так все и состоялось. То есть, да, она пластическая страцитома. То есть, да, она пластическая страцитома. То есть, только почему такое случилось? Вот. Ситуация была еще более прикольная. То есть, мне сказали, что необходимо радио пройти, да? Ну, тут, конечно, вы меня извините. Вот. Никогда в жизни. Да никогда в жизни я бы не стал и даже думать бы забыл про общение с нашими маринтогорскими онкологами. Нет. Ребятки, ни в коем случае. Но с другой стороны. У нас я в Челябинск. Вот я в Челябинск и поехал. То есть, на радио. Потому что, представляете, что такое Магнитогорск? Если Магнитогорске у вас онкология, то у вас значит, что вы 100% попадете на тот свет. Ага. Любимое у нас дело, да? То есть, если бы честно было бы, то есть, чем хороши старые люди, да? Люди с опытом, да? Тем, что они могут знаниями своими поделиться. С теми, кто, ну, по младшим возрастам, естественно. Ну, судя по событиям, в России такие люди не нужны. То есть, мы производим пушечное мясо. Пушечное мясо не должно все обожрать. Зачем? Пушечное мясо не должно получать необходимые знания. Да. Нам же нужно пушечное мясо. Вот для этого у нас есть ЕГЭ. Знаете, в ЕГЭ. То есть, там, ну, если честно, там, как бы вам сказать, это долбанные тесты. Вот. И при этом, даже с долбанными тестами, это не факт, что вы куда-то поступите. Абсолютно не факт. То есть, вас будут прессовать. Представляете, да? Ну, ребята, зачем прессовать? Давайте лучше сходим в армию. О! Когда вы идете в армию. Вам же никто об этом не говорит. Я расскажу. То есть, вы идете в армию, да? Вот. И одновременно у вас будет такая большая проблема, как вы никуда не сможете выехать. Потому что, потому что, первоначально, когда вы идете в армию, вы подписываете закон о неразглашении государственной тайны. Такое случается. Ну, извините, подвиньтесь. А как по-другому? Мы же хотим, чтобы у нас государство было изумительное. Так и делается. То есть, вы, как минимум, на пять лет будете сидеть. Ну, где-нибудь, где-нибудь. И в России, естественно. Так, дальше что? Дальше что? Вот пришел человек в армию, да? Вот. Вот. Пришел человек в армию. Что человеку нужно? А-а-а! Ему нужна квартира. Супер! И мы готовы вам предоставить мегаквартиру. Для тех, кто у нас в армии находится. Вперед с песней. Никаких проблем. Дешево, вкусно. Бесерги-то. Вы получаете свою квартиру. И-и-и-и-и. Типа там живете. Ну, а если вы только контракт подпишете. Поэтому есть приказ там. Пример такой. То есть, вы пришли в армию, подписали контракт. И в дальнейшем и работаете, и все это вперед с песней. Вот. Это называется пушечное мясо. Да-да-да. Хорошее пушечное мясо. Поэтому, кто будет говорить о том, что, ну, из вас что-то будет красивое. Нет. Это стандартное пушечное мясо. То есть, в принципе, давайте вспомним о смерти. Ну, раз мы все-таки про смерть говорим. То есть, если мы говорим про смерть, то вспомним, что в Соединенных Штатах Америки человеческая жизнь примерно стоит 5 миллионов долларов. То есть, идет усредненное отношение от людей, которые сверхмного заработали, к малому. Все это делится, естественно. И вот говоря, что средний человек может заработать 5 миллионов долларов. Пересчитывая и умножая, я не знаю, сколько к этому моменту пройдет. Ну, на сегодняшний день. На 60. Я даже не буду умножать. Поэтому русский человек, он также может заработать те же 5 миллионов долларов. А не сраные 4-5 миллионов, которые сейчас государство дает. Рубли, естественно. Это совсем не 5 миллионов долларов. То есть, я же еще раз говорю. Я не против пушечного мяса. Только заплатите за него нормально. И тогда, ну, вы знаете, как русский человек умеет работать. Вот. То есть, вот чуть-чуть, вернувшись на круги свои, давайте все-таки определимся, сколько. Я так понимаю, что именно столько человек и может заработать за всю свою сознательную жизнь. Примерно 5 миллионов долларов. То есть, грубо говоря, Ну, если смотреть о бытие, да? Да, почему нет? То есть, ну, это тоже не есть ваше замечательное правило. Так. Это как-то так получается, да? Ну, естественно, зачем вам нужны онкологические больные? Ну, блин, зачем? А, они вообще не нужны. И в связи с этим возникает вопрос. Прошлую субботу, к сожалению, такое случилось, и я был поражен. Мне это явно не понравилось. То есть, у нас умер Михаил Задорнов. Человек, которого я, естественно, очень сильно любил. То есть, это был сатирик. Это да. Грамотный сатирик. Сатирик, которого не нравилось, эгоистик. Оно никому не нравится, оно мне не нравится. То есть, нет нормальных людей, которым нравилось бы эгоистик. Нет, нету таких людей. Поверьте мне, их нету, не существует. Давайте вернемся на круги свои. Советский Союз. Экзамены, почему нет. Дешевое и бесплатное образование. Почему нет. Хорошие знания. Почему нет. Мне вот оно, в действительности, больше всего нравилось. Ну, в связи с тем, что сатирики не нужны, ну, чё, чё, чё. У него же такая штука, как у меня была, гриобластома. Вы не слышали? Да-да-да, гриобластома. Так же, как у меня. Вы там ни о чём не думаете. То есть, чекабинец мне сказал, что мелкодисперс на астростом перерасляет крупный дисперс. Я не помню, как там. То есть, продолжительность жизни ещё уменьшилась. Но, когда я поехал в Турцию, по результатам нашей сраной, долбанной гистологии, которые нас не понимали, что такое? Мы же крутые. Самые наворочные, самые упертые. Мне сказали, что, дорогой мой, ты прикрыл. Ну, прикрыл. Так и получилось. Жесть была. Реальная жесть. То есть, как можно было прожить, учитывая то, что вполне похоже. Вот. Наша онкология решила построить диагноз. То есть, начало года три. Потом чуть-чуть больше, потом чуть-чуть больше, потом чуть-чуть больше. И клево. То есть, я в Турции взял химию. Ну, ладно, хоть сейчас химия подешевела, потому что раньше химия у нас стоила в 30 раз дороже, чем там. Клево было. Супер. посмотрите. это все еще фигня. Я вам про другое расскажу. Про долбанную американскую термократию. Это чуть позже будет. Вот. То есть, я пропил химию. Вот. Что было дальше? Дальше у меня человек больной раком горла. В смысле, рак легких у него был, да? Вот. Он поехал куда-куда. Естественно, в Китай. В Китае. Используя замечательную китайскую медицину, а именно яды белой кобры, рак у него отвалился. Нафиг. Просто нафиг отвалился. Я, естественно, поехал в Китай. И опять же, вы сможете все это дело увидеть. И на ebay, на ютубе, и на вемео. Да, я всем рассказывал. И показывал, как лечится рак. То есть, он там не лечится, мы его делаем так. То, что рак перестает быть перед вами. Он просто перестает быть перед вами. Он где-то сзади. Ну, не занимайтесь всякой билибердой. То есть, в очередной раз, если вы не поняли, посмотрите внимательно, куда пчелы стоят. Вот сейчас мы это сделали. Вот здесь. Пчелки. Щелк, щелк. Вот. И так вам необходимо поставить 10 пчел. через 3 дня и живете спокойно. И вот так случилось, внезапно, вдруг, откуда ни возьмись, через полтора года мы высказали, оказывается, пчелки лечат рак. Ну, конечно, надо было с самого начала посмотреть. Был бес. Да. Наконец-то собрались. Окей, добро пожаловать. То есть, я прожил еще некоторое время. После этого, и это случилось, я же просто объясняю, я поехал, естественно, на Куб. потому что, потому что у человека будет жесть. Для тех, кто любит демократию ихнего разлива. То есть, не существует демократии американской. Это такое фраерство. что вам сказать? В свое время они все это дело написали. То, что на Кубе лечат рак. Какого ли она через год вы все это дело удалили? То есть, кстати, это было старое, а маленький сюжет про то, что на Кубе ядами скорпионы голубого лечат рак. ребятки, это даже демократия, в которой вы живете. Ну, да ладно, я еще что-то посмотрел и увидел что-то такое. То есть, возвращаясь опять-таки к тому человеку, которого мы похоронили, то есть, я знаю, что такое глиобластома. То есть, по мне говорили, что год и три месяца. К сожалению, Михаил Задорнов прожил год и два месяца. Те же самые яйца. Та же самая глиобластома была. Так вот, цена вопроса, да? То, что мы простили в Кубе 35 миллиардов долларов, советских, естественно, да? И вот это самый видотокс, который кубинцы делают. Молодцы, конечно. Я вообще вам серьезно скажу, что лучшая медицина это все-таки кубинская медицина. Вам что, сложно было попросить кубинцев дать нам лекарство от рака? Представляете? Пять кубинских рупий это все не рупий, не помню, что там такое, а кубинских песов все это дело стоит. Всего пять. Десять, простите. Или пять. Пять, пять, пять. Новые кубинские песы, они как раз к доллару привязываются. Представляете? Можно было бы всю Россию отхомотить от любой формы рака, просто используя то, что Куба может сделать. Поверьте мне, это делать могут. Ну как же так? Ну как же так? Нам же нужно было похоронить Мишку задорвать. Ну мы его похоронили. Спасибо огромное. А можно было бы это сделать легко. Да? От вас больше ничего не надо. Помогите нам лечить рак. Понимаете? Мы должны понять, что коммунизм, от которого мы ушли, это было реально круто. Вот он принцип. Вот это принцип самый лучший. Как люди работающие и живущие по коммунистическим принципам в идеале лечат все, что должно быть. Вы что делаете? Дурачки вы наши, а? Зачем вам это нужно? Объясните мне. Вы что собираетесь своими деньгами куда-то уйти? Давайте вспомним опять же Китай. Там все делается под эгидой. коммунистической партии. Да вы ни копейки не сопрете. Да вы крутые, да вы навороченные. Раз вы такие крутые и навороченные, вы можете все купить и на маркете. Причем крутые, настоящие, я поведу о чем там люди ездят. Ездят по территории Китая. Но своим детям вы ничего не отдадите. Все заберет китайская партия. Потому что она знает, как это все делается. Поверьте мне, ни с того, ни с сего деньги у вас не нарисуются. Сейчас хорошо, а потом отдадите. Это было круто. Да, Куба не такая, но как вы прекрасно понимаете, использую коммунистические принципы. Почему мне нравится коммунизм? Потому что я собирался стать коммунистом. Да, к сожалению, страна развалилась в 91-м году. Жестко, конечно, но хотелось. А то, что сейчас и нет. То есть два варианта. Либо жить здесь и пытаться сделать так, чтобы нам платили нормальную пенсию. А если нам заплатят нормальную пенсию, то есть нам не нужны средний уровень зарплаты пенсии. Естественно, как в Европе. Да там проверьте мне. Пенсия в самых говеных странах Европы 1300 долларов. Да нам и 1000 долларов хватит. Я всем расскажу, где что и как. Вам что, сложно что ли? Мы не живем столько долго, поверьте мне. Работники телевидения вообще много времени не живут. У меня один оператор лучший мой товарищ. Рак его замочил в 63 года. Второго оператора также замочил. Клево было. Офигенно клево было. Все про это молчат. Вот так вот. В результате мы будем бороться и действовать и объяснять нашу специфику. Специфику того, что телевидение круче, чем все что остальное. Не только я об этом говорю. Я про это прочитал. И будем также показывать, что используя телевидение, используя другие методы работы телевидения в качестве интернета, мы можем много чего добиться. Много чего можем добиться. Я не буду говорить о коррупции. Вы знаете, мне коррупция нравится. Да, она и должна быть нормальная коррупция. Не в том образе, как это делается в Магнитогорске, хотя в принципе мне бы сказали кому. Может быть я бы заплатил. Везде есть коррупция. Есть она и на Кубе. Да, 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 да. Есть она и в Китае. Естественно. А вы думаете, что в Америке нет коррупции? Вау! А вы думаете, что в Великобритании нет коррупции? Вау! Да ну что? Ну посмотрите, везде все это показывают. везде есть коррупция. Надо просто знать сколько и кому отдать. И будем думать, что тот самый коррупционер он тоже будет в конце концов с головой и поймешь, что деньги на тот свет вы не унесете. И рано или поздно так же поделиться. Я не против коррупции. Я против дебилизма, который уже у нас постоянно и со всех телевизионных каналов втирает народу, что мы таки намрочены, что мы только с коррупцией будем бороться. Да нет. Ну не надо этим заниматься. Не надо. В крайнем случае я как бы видя то, что вот эти дебильные выборы, которые ничего хорошего не приводят, уж поверьте мне, я бы все это дело отменил. Поставил бы нашего царю-батюшку тех вещах, которые вы не знаете. Сейчас в оконцовке сюжета, потому что кушать мы будем в другом месте, я естественно камеру тоже возьму с собой, тема будет немножко другая. Так вот, помните, да? Ну может быть кто-то не помнит, хотя все должны помнить. Боже царя храни, храни его Боже. Везде говорилось. Мы должны Бога благодарить, что Он нам дал царя. нет. Вы следующие четырестишки прочитайте. Царствуй на славу, на славу. Нам! Нам вы должны царствовать, а не кому-то другому. И тогда, пусть Владимир Владимирович будет нашим царем. А уж что будет дальше, дальше и разберемся. Только эти выборы забудьте про них. Мне они не нужны. Да никому они не нужны. А то эти дебильные думские. Я даже не знаю, зачем нам они нужны. Потому что ничего хорошего, ну ничего хорошего наша дума еще для людей не сделала. Все как себе в карманчике все татырит. А говорят, что мы боремся с коррупцией. Да ни с какой коррупцией вы не боретесь. Ваша дума это и есть та самая коррупция, господовой. Ну а мяско мы начали делать в другом месте. Было бы круто водка и шашлык. Но для начала надо было ликвидировать чужой застой. Супер родское место. Куда мы приехали шашлык жарить через некоторое время на мой дом. Казалось бы на улице 19 число 18 число вот но к сожалению кое-что случилось взрослые люди занимаемся чужим делом. Достраиваем это дело. И об этом я бы тоже хотел сделать материал. По одной простой причине зачем нам это нужно. Я в принципе сработал. И человек должен был мне сделать дом мой. Дома не построено. То есть мы вместе сейчас занимаемся. Ну да ладно. Смысл наших событий в следующем. Мы так и будем работать. Для вас не только жители города Магнитогорска но также жители России. Потому что люди должны понимать как живет обыкновенный провинциальный типа работяга. у которого с мозгами все не очень хорошо.